Песня «Сельца сближает» 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 Потом новая песня об Ореговском крае с Коняхином. Дальше мне хотелось сказать, что здесь я также... Был у нас такой журналист, Вовка, на радио работал. Я на его стихи тоже написал две песни. И некоторые песни я написал на именитых поэтов. Долматовский, Исаковский, на них, но и на других поэтов. И хочется сказать, что одну песню Ореговской подачке я всегда включил. Ну, песню эту я давно написал, в 1994 году. И стихи, и музыку. И 22 мая, наверное, некоторые их слышали, я своим землякам звонил. Ее начали рекламировать на центральном телевидении в Малахове. Вот я удивился. Мои песни рекламировали центральные телевидения. Оказалось, что Татьяна Кислинская, самодеятельная певица в Исламском районе, исполняла эту песню. И так как там они, видимо, признали, что это номер один из лучших, эту песню они рекламируют. И потом, это 5 января еще повторяли эту передачу. Вот. Ну, я здесь кое-какую крафту сделал, поэтическую эту песню. Вот. И таким образом, эта песня вот два раза звучала на нашем центральном телевидении. Вот. Пожалуйста, вот. Все я коротко сказал. Спасибо большое за поддержку. Песни Олимпийского центра издавались областным государственным методическим центром народного творчества. Звучали на Олимпийском радио и телевидении. В 1998 году был издан первый сборник песен «Пою о крае родном». Автор сборников «Мы живем на земле, над Уралом золи, лейся песни Олимпийской, песни сердца сближают, старина – ура». Многие полюбились землякам. Их поют на уроках музыки в детских садах. Ими открывают свои концерты творческие коллективы области. А на нашей сцене народный ансамбль «Игрицы» Олимпийского областного колледжа культуры и искусства. Руководитель Наталья Иосифовна Антыкова. Музыка Александра Зельцера. Словарь Анатолия Столковского. Земля родная Олимпийская. Встречатель Анатолия Кузьманова. Концертмейстер Ида Великородов. Концертмейстер Ида Великородов. Концертмейстер Ида Великородов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 в областное культурно-просветительское училище, которое успешно заканчивает получив специальность дирижера хоровых самодеятельных коллективов. Судьба распорядилась так, что талантливому композитору пришлось работать художником-оформителем, но с музыкой он не расставался никогда. Сочинять музыку стало для музыканта профессиональным делом. Музыка Александра Зельцера. Слова Михаила Трупнева. «Россия» исполняет солистка народного ансамбля «Игрецы» Александра Баглинцева. Концертмейстер Игорь Великородов. Слова Михаила Трупнева. Слова Михаила Трупнева. «Россия» «Россия» «Где рождается мирный рассвет» «Твоя огромная слава Россия» «За сияла у звезды планет» «Твоя огромная слава Россия» «За сияла у звезды планет» «Твои формы вечно живые» «Свету и счастью назвать» «Ты надежда народов России» «Наша милая Родина-Мать» «Ты надежда народов России» «Наша милая Родина-Мать» «Россия» «Нет, наша милая Родина-Мать» «Наши эстетисты планет» «Наша милая Родина-Мать» «Наша милая Родина-Мать» «Наши эстетисты планет» Субтитры подогнал «Симон» В Сталиградской битве, восьмидесятилетие которой недавно праздновалось и отмечалось, участвовала прославленная 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Родинцева. Его имя значило многое, солдаты верили, где Родинцев там поведают. Первый герой Советского Союза, а затем и первый, дважды герой Оренбуржец, человек удивительной судьбы, верный сын своей Родины, гордость и слава Оренбургской земли. Память о подвигах генерала хранится в его книгах и воспоминаниях родных и близких людей. Песню «Верик Родинцева» на слова Геннадия Коняхина исполнит для вас заслуженный работник культуры города Оренбурга, артист областной Оренбургской филармонии Георгий Авдеев. Песня «Верик Родинцева» 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 Божский берег родился, Жизни берег второй. Вся Россия позиция Непреступной стеклой. Сколько было и в роте, Что настал этот миг. А герои-то родине Перу милый шаллык. Сколько было и в роте, Что настал этот миг. А герои-то родине Перу милый шаллык. Спасибо. Текст это все, утверждает композитор Александр Зельцер. И очень трепетно ищется авторов среди поэтов. Среди любимых. Геннадий Коняхин, Валентин Кривцун, Анатолий Столковский, Михаил Трутнев, Евдокия Гарбанская, Юрий Аятинский. Александр Тимурцевич пишет песни и на собственные стихи. Ну а сейчас Будь суровой, строгой. Стихи Михаила Трутнева На сцене Георгий Агдеев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Красная девица лебедушки плывет. Метеорологи буднично определяют Несколько видов метели. Поземка, низовая метель, общая метель. У писателей и поэтов творческий диапазон куда шире. Метель у них метет, свивается, шатается, Шумит, кружит, поет, рыдает. Она же белесый метущийся мрак, она же юга. За последние 200 лет русские писатели и поэты создали самый настоящий метельный мир. Предлагаю вам в него окунуться с помощью еще одной песни под названием «Две метели» на стихи орского поэта Владимира Жадрина. Исполняет Ирина Овчинникова, концертмейстер Игорь Великоровна. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, сегодня в этом зале состоится премьера песни из нового сборника «Дороженькая степная», которую композитор Александр Зельцер написал на стихи знаменитого поэта-песенника Виктора Бокова. Он известен всем по песням, легендам, созданным на его стихи. Оренбургский пуховый платок, на побывку едет молодой моряк, ой, снег, снежок, я назову тебя Зоренькой. На сцене лауреат областных региональных и всероссийских конкурсов Валентина Чернамина и концертмистер Игорь Великоровна. Аплодисменты Дороженькая степная, а кто тебя дарит? А вспомни, вспомни, милый, Чего отлега парит? Парит на рост на степях, Расправит два крыла, И мы вот так летали, Когда любовь была. Парит на рост на степях, Расправит два крыла, И мы вот так летали, Когда любовь была. Парит на рост на степях, Расправит два крыла, Парит на рост на степях, Расправит два крыла, И мы вот так летали, Когда любовь была. Парит на рост на степях, Расправит два крыла, Расправит два крыла, И мы вот так летали, Олимпуржье – край казачий. Для России как форпост. Место мужества, удачи. Для державы важный мост. Континентов двух границах. Стратегический рубеж. Олимпуржье – лебедь, птица. Край свершений и надежд. Прощание казачьи. Слова Юрия Алябинского. На сцене Валентина Чернавина. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Девушки отдыхают Ехал казак воевать Исполняет Солистка Оркестр русских народных инструментов Лариса Асабина Руководитель Александр Асабин Ваши аплодисменты Казады ехала поевать Добрый путь солдату Выходи провожать Казада, девчата Это выходи провожать Казада, девчата Свои казачьи молодой Сделая погруженье Хоть одну гостью с тобой Жаркие сражения Ах, какие-то злот речей Бровь и бровь нил к чему Возьму что-то речей Ах, какие-то злот речей И девчата И смутят Словно все пропали Не смотри я с плачь И одни рождали По качам головой Бой в усах стати Нужно всех постер с тобой Так о ней не хватит Слышь, красный я же господа Созлилась ты хорошей Кто такой-то вновь Новое струброшие Кто такой-то вновь Новое струброшие Новое струброшие Они помогли мне Устанем в корне То есть смуты Нужно было выбирать На компьютере Прежде чем Издавать Это огромный труд Вот какой казак нахал Но боец хороший Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому